приветствую любителей радио давно не было роликов никаких потому что особо нечего мне было снимать и показывать ничего нового не делал с приемниками интересного но там по мелочи только на панасонике подсветку там переделал может покажу вот и сейчас появился у меня новый приемник принципе он новый опыт только потому что новый сам экземпляр так то он уже давно и я даже думаю что он устарел с производства снят это одно и то же изделие дети 800 санжин то есть еще до 800 си который сделали доработанный доработанный в чем он заточен больше для fm там нет погодного диапазона он больше для европы идет и соответственно там больше памяти на fm и меньше на средних волнах то есть я рассказываю сейчас про приемник который не показываю но на него сделан у меня обзор был у меня был он я его продал что мне очень интересен именно fm здесь по 20 станций на средних и на у кого и 5 на погодный диапазон а в версии си поскольку там погода отсутствует то все 45 станций свободно распределены так что 15 только ячеек на средние и соответственно аж 30 на fm . вот ну и плюс там еще некоторые есть изменения в частности почему он мне не понравился хотя он достойный приемник действительно это я уже сейчас отвлекать основного видео мне не понравился алгоритм работы ру у него то есть он для комфортного прослушивания подходит для поиска станции не очень попозже об этом расскажу в процессе значит сейчас чем принципиально отличаются эти два приемника значит то что на первый взгляд видно это тоже старые стерты есть и у него сделан тут как назвать темляк на руку это я сам сделал и в него встроена у меня fm антенна потому что у этих двух приемников как в версии си и антенны как таковой нет он для нее провод наушников используется но в комплекте идет кусок провода такой специальный с заглушкой на конце 70 сантиметров как раз на середину fm диапазона он и есть что-то типа встроенной антенны насколько это похоже на антенну здесь свернутый в несколько раз кусочек провода тонкого в изоляции он подключен к массе приемника и масса приемника здесь как раз служит антенны поэтому если будете подключать сюда что-то снаружи то надо чтобы именно с массы было соединено это довольно странное решение и такого не встречал других приемник но понятно почему то есть если вы втыкаете сюда провод главных телефонов наушников то вполне у них может быть экранированный кабель и на экран будет наводиться радиочастота и соответственно передаваться на вход приемника так это я немножко заболтался значит отличие их принципиальное в софте смотрите эта версия видно нет не знаю 01 все прошивки здесь у нас можно не включать покажу так здесь 03 тот который был у меня последний перед этим я его продал там по-моему 07 версия была если я не путаю если путаю поправьте может посмотреть у меня есть видео про него достаточно подробно и вот и еще из того что заметно на глаз со своим частично свет тут при притушу смотрите разница в подсветке то есть он действительно разная на желтом она желтая на черном она оранжевая то есть визуально это немножко заметно теперь по приемным свойствам они практически идентичны и кроме некоторых нюансов понятных совершенно если подумать о том что сделал с этим приемником то есть поскольку он не экранирован то у него дисплей достаточно выражена фонит на частотах от мегагерца до 1700 килогерц но это только чтобы услышать нужно в хорошем тихом месте находиться в хорошем плане приема без помех и соответственно чтобы этот момент не было станции которые забивают входным своим уровнем по по входу в приемник получал сигнал громче чем уровень помех я сейчас попробую это показать если получится если получится потому что сейчас время когда уже очень неплохое прохождение даться этом забыл сказать сейчас у нас 2235 а собственно видно вот приемник я нахожусь 70 километров от санкт-петербурга по прямой 775 по дороге там 80 показывает навигатор и здесь обычно более-менее прием неплохой по сравнению с городом но помех достаточно много теперь уже потому что диодные фонари на улице и по электросети идет помеха от системы учета данных которые ввели там пару лет назад то есть уже такого ништяка нет как раньше было несколько лет назад в видос который выкладывал вот и поэтому чтобы показать вам как он фонит без доработки я снял отдельное видео сегодня днем огнем вечером раним и врежу его в это смонтируем месяца было понятно вот что еще по таким особенностям которые я обнаружил они в автосканирование забивают разные пресеты почему-то что в fm что на средних волнах то есть по кнопкам разбивают разные станции у них алгоритм такой что они по рейтингу распределяются то есть начиная с 1 и дальше типа самая мощная самое хорошая идут начали в конце те которые хуже прием вот на версии си последний это можно выбирать то есть либо по частоте что достаточно удобно либо по рейтингу вот так не знаю могу показать примерно давайте сейчас ради эксперимента что они в принципе каждый поймает так и уже начал не то нажимать сейчас широкая полоса софт не заключен я включаю авто настройку авто тюн system и нажимаю кнопочку сканирования и то же самое сделаем со вторым посмотрим по танцам сучки слышу то что 2 и вот погнали посмотрим это никакой внешне антенна нет они ловят на собственно себя на свои веритовая антенна одинаковые на на этом дорабатывал перематывал катушку лицендрад брал с шагом хотя в принципе это почти ну там процентов на 5 может быть долой эффект или 10 на больше да кстати вот здесь первая станция на обоих вести как все свои громкости одинаково установлен потому что и 17 10 на коля более тяжелые там реактивное топливо так на 2 3 9 к россии посмотрим может быть кстати он а вот здесь уже 756 это у меня то есть они по-разному до 3 9 на 3 здесь уже сейчас раньше там было радио свободе не знаю что он тысячи восемьдесят украины то есть это я показал просто что они пихают по-своему каждый и то же самое было у меня когда было два одинаковых ритекса tr103 то есть это я думаю что они все какой-то имеет свою индивидуальность приемники не абсолютно они идентичны хотя по схеме одинаковые вот еще этот внутри он немножко погрубее сделан чем вот этот не знаю почему как будто культуру производства чуть похуже какие-то в мелочах там кое-где там флюус не отмыть некоторые снеги стоят чуть-чуть не ровно там ну то есть такая вот общее впечатление что он как будто немножко сделан так в тропях или на коленке хотя но принципиальных косяков никаких нет это был прямо вот внутри идеально собран возможно они в разное время производились если это первая версия то скорее всего он был немножко может быть на заре так чё еще товарных сказать про fm из тоже забавного то что я обнаружил вот в городе x равнял этот немножко лучше ловил fm возможно потому что он не тронут внутри и этот не основательно перепахан весь уже сколько раз его разбирал нужно рассыпаться стал то есть его лишний раз даже не хочу трогать и плюс еще вот эта антенна выведена на меня подключена не к земле а к одному из каналов помог левому почему я когда подбирал во время монтажа куда лучше мне показалось вот я посмотрел по уровню сигнала что одном из каналов когда она висит прием получше немножко идет но они почему-то даже fm разный ловит вот сейчас на такой эксперимент тоже можно провести этот кусочек провода это штатная точнее ну комплектная антенна в 7 сантиметров он просто у меня там зацеплен сверху ни к чему не подключен просто воздухе висит прием здесь не очень хороший точнее слабый я бы даже сказал вдали от центра и не потому что далеко а потому что вот конкретно вместе где я снимаю здесь такая яма немножко так можно есть места в детских метрах отсюда там видимо пучность сигнала и там прямо хорошо ловит но там совершенно нет условий для съемки и я сейчас просто включу автоскан так это у нас автоскан на кусочек провода сколько он станции поймает посмотрим и какие немножко свет добавлю чтоб и сам приемник хорошо видно было вот он вес две станции канал это местная это вообще не считается его на все идет здесь и станция на которой собственно ничего нет это какая-то его частота не знаю внутренние так и смотрим этот мой ветеран как поймает что-то или нет так то же самое включу автоскан и он побольше должен поймать да видите как я не знаю почему может быть это экранирование срабатывает я просто не дорабатывал до серы если это так хорошо помогать но это же местная да вот еще успешный классик 1 до 88 остальное все мусорные станции нет российской федерации еще есть у нас так не этот параметит поймал так и дальше есть еще антенна у меня который совсем не для fm на на улице просто кусок провода у меня я и в основном до средних волн использую но поскольку других нет то даже с ней fm кит станции ловится лучше то есть это совсем дикость она там метров сколько уж метров метров 30 или 40 вон тянется и более сейчас снег там все может быть завалено но тем не менее давайте попробуем с ней так как это не только компонент ходить что так то же самое включаю тсс и поглядим то я сейчас эксперимент провожу и для себя в том числе то есть мне интересно на самом деле было два абсолютно одинаковых приемник из одной партии и сравнить их а потом один за экранировать например там или антенну перемотать дайте смотреть эффект это было бы объективнее так мы сейчас побольше всего наловил и структуры например на какие чтобы в основном все ниже 100 идут то что понятно то что которые от 100 они более высокочастотные такой антенна неплохо но зато много как мы там поймал у нас 17 станций посмотрим что с этим это на самом деле не то чтобы мне сильно интересно было и фон ловить но какой-то эксперимент все таки еще мне интересно здесь разные типы антенн поскольку здесь гнездо как в обычном приемнике с этим не поэкспериментируешь где просто телескоп стоит и все здесь как бы внизу в который можно вставлять разные самодельные антенны смотреть какие как работают так здесь набор примерно такой же но здесь все станции это не тоже выше 100 тут некоторые идут общем поможет это не было на золотом а и все то есть он поймал тут всего 8 станция да все остальное лишь пустое но посмотрим его за экранирую нормально тот блок и посмотрим что будет возможно это же влияет и я хочу к нему тоже сделать и мляк нас очень неуютно его держать в руке когда ничего не висит на руке здесь есть этот зацеп его снял пока одежду как на этом на волкмане но когда пришел в руку он в таком неудобном месте толщина увеличивает рука об него трется полезной нагрузки нанесет поэтому я пока их снял как в руке лежит комфортней так и что еще можно сделать давайте я просто покажу как он на средних единственно что я с ним сделал это я уже просто не выдержал я как на всех приемников такого типа поменял направление сканирования объясню почему то есть здесь по умолчанию было вот вверх типа об вниз да он по частоте наверх повышается вниз понижаются вроде бы все логично но когда я сравнивал его с приемниками обычными например там не знаю какой нибудь какой же не знаю волчный приходит а мы фан джин тоже с 35 когда ты крутишь колесико по логике вещей вниз я перемещается верни перьер стрелка по шкале вправо сюда влево то все логично как рука привыкла с детства там до приемников еще старых и это бы даже было ерундой спута один был но когда я два сравниваю я просто мало что сходить то есть я пытаюсь частотус на 9 лагер сместить мне один вверх прыгает другой вниз я просто решил не мучиться и там все заправдан перепаять все остальное не тронут абсолютно пока специально старого как есть так и давайте пробежимся по средним волнам здесь вместо приема не самое лучшее и немножко помехи тоже тут и от телефона и от электрической сети на примерно будет понятно как он ловит в нижней части помех у него практически нет дисплея не все идут на верхнем слое в погромче сделать звук приятный мне нравится он такой похож немножко на аналоге вот этот шорох низкочастотный да кто впервые приемник видит здесь есть включаемый софт мьют я его включил с ним смогу показать и соответственно на слабых станциях может быть практически не слышно вот номер 130 сейчас что там есть но слабо очень я выключаю софт бьют сразу выделяется стоит здесь также можно опять же для тех кто может впервые увидит оперативно менять ширину полосу это узкая широкая и также оперативно можно выбирать шаг 1 килогерц или 9 это полезно когда нужно настроить на какой-нибудь маяк приводной или выше 100 выше 1600 там всякие пираты бывают там не всегда они все-таки что попадают поэтому можно точно очень встать на частоту это для меня были основные плюсы ради чего я захотел в приемник свое время там что обычно юзеру простому это все недоступно крути ручку одна громкость вторая грубо говоря настройка либо вместо ручки кнопки тиркой на лезть более глубоко в систему не давали здесь то есть это меня очень порадовало и принципе этим пользуюсь так я выше перемещаюсь кто без внешней антенны на свой огрызочек этот ловит хотя в принципе он но этот огрызок принимает практически тоже что и большие приемники сейчас просто последнее время прохождением сильно ухудшилось последние же год я бы сказал а я еще что-то думаешь так медленно станет забыл болтался и оставил один килогерц быстрее будем перемещать по приему по чувствительности они практически идентичны чуть-чуть рядом что из-за экрана где-то вот процентов там 510 он в некоторых случаях выигрывает вот не более того я думаю что если этот привести в порядок плане экрана то будет вообще шикарно я не мне даже немножко неинтересно это все гонять по частоте туда-сюда потому что у меня весь канал про это и когда люди говорят что давно ничего не показывала души интересней что-то новое потыркать крутить и реку интересную станцию поймать у меня такого давно не было вот покажу сейчас как вас внешне антенны работает без всяких доработок то есть именно гнездо для наушников поскольку она связана с массой то соответственно когда я держу в руке особенно через емкость руки вторая часть как бы горячий холодные концы фиоррита и катушка сама через емкость руки они в целом дают такой прирост значимый частоте по уровню сигнала заболтался посмотрите вот 963 отключаю только сон подключаю есть эффект беру в руку и сигнал сильно вырастает то есть меня рука служит как бы противовесом тяжелая ситуация и мы в ней прекрасный сядь шуста хотел доверяться господу бо він и знал я просто показываю как вы увеличивается качество приема при подключении просто кускопровода грубо говоря да он здесь подключен к массе на самом земле но даже если он будет подключен к одному из сигнальных проводов все равно будет эффект немножко похуже по идее это верхняя частота на которой есть вещательные станции выше уже идет либо греческий пират либо наши свободные если есть вот допустим я просто бегу по сетке частот по естественной сетки 9 килогерц и ничего не обнаруживаю какие у меня есть варианты я могу вернусь опять на шага делать по уже полосу для лучшей настройки он больше выделяется на ней поменьше шаг и вот в таком режиме я бегу даже могу просто сканировать и по слуху пытаться определить если где-то что-то или нет обычно это четко очень слышится пока я ничего не слышу может быть еще рано ночью не как-то так меча этот не нашел какие еще есть варианты кроме вот этого подключения такого через гнезда наушников вот у меня давно уже все кто давно подписан видели это та же внешняя антенна но она подключена к петле это просто на пяльцах намотана 10-15 витков там примерно тонкого провода и второй конец заземления то есть получается создается эдс на высокой частоте и она наводится на антенну приемника вот с ней немножко получше а кстати он слышите радио маяк с ним точно стану маяк смысле приводной порту так вот он по-моему на 525 он слышно или нет мы потом еще сделаем ну вот а так я бы не встал на нее потому что 522 а следующий идет 531 и при стандартном шаге в 9 кГц я бы его не услышал это кстати не по сценарию был случайно него уткнулся значит мы бежим вниз так я вот поставлю так чтобы снизу был связь возможно сейчас на какой-то частоте появится у нас греческий пират я вчера его слушал но вчера не было снегопада сегодня пошел снег и ухудшится прием поэтому скорее сейчас я вам не покажу да наверное не очень интересно потому что уже миллион раз он был у меня разных этих видосах так и что я еще хотел обещал вам чуть не забыл кое-что показать значит вот то что вы только что было показано именно звук который при сканировании отлично наше поставлю опять девять шаг чтобы прям четкий сигнал был с антенкой вот я бегу по частоте вверх опа и как только ну даже лучше сна без антенны потому что не на всех станций есть сигнал как только я попадаю на частоту на которой есть сигнал я мгновенно это слышу особенно если отключить soft mute сейчас он кстати а вот выключен вот даже когда он включен нет сейчас мы выключим что показывать нет вот он выключен вот он включен то есть даже когда он включен ару срабатывает так ну или ару или шумодав не знаю какой-то настроенный здесь потому что он и в обоих обоих случаях и при включенном и при отличном совмете что я могу просто бегать по эфиру и сразу понимать где есть нужный нам сигнал то есть может быть немножко так сумбурно говорю скорее всего понятно о чем тот приемник который вышел последняя версия это доработанная типа для Европы заточенный под FM он прекрасно ловит на средних волнах действительно я не вру я уже сделал не обзор но именно ловит сканирует он следующим образом я просто возьму старшего точнее как старшего старшего милашь набраться вот этих двух санжинов потому что у него алгоритм сканирования такой же как на версии си вот у этих двух что просто звук вам показать вы смотрите вот я делаю шаг смотрите раз вот если я задерживаюсь на частоте примерно через полсекунды выплывает сигнал так вот если перемещаться быстро смотрите вот я просто тупо ничего не успеваю услышать и нету возможности одновременно сканировать и слышать что происходит здесь скорее всего вообще жестко отсекается во время перемещения вот такого да хотя это не кнопка скан вот скан бежит вообще отключен динамик полностью я просто делаю ручной скан такой тыр-тыр-тыр быстро нажимаю вот не слышно на версии си там даже когда ты сканируешь динамик не отключается но настолько приглушается звук для комфорта типа слушателя что невозможно не встав на частоту и подождав там полсекунды понять есть на ней сигнал или нет то есть он хорошо заточен для прослушивания станции именно сохраненных в память видимо они не рассчитывали на то что будут такие въедливые там да как я персонажи которые будут именно с помощью него там ну диксы в кавычках какие-то ловить поэтому для обычного юзера это даже очень удобно мне это не нравится поэтому я от него избавился и еще мне нравится что у него здесь кнопка а т.с. выведена сюда а софт ньют отдельно через меню мне вот гораздо чаще пользоваться приходится включать выключать софт ньют а т.с. у меня используется пореже и мне не сложно чтобы включить сканирование до два раза тыкнут а искать т.с. уют и через меню опять искать он это дико неудобно поэтому я считаю что каждому свое так еще раз смотрите вот я делаю шаг вот если станция мощная сразу слышно если слабая она плавно наращивает уровень сигнала хотя сейчас довольно быстро это происходит когда слабее прием еще медленнее это вот и такой же точный эффект кстати ну вот это радио радио у 100 р 108 такая же фигня тоже то есть там у него очень такой приличный прием на средних но сканирование вот это перемещение оно такое же дает немного неприятный ну как неприятный не знаю если просто послушать то что уже хочешь послушать да шикарно настроился сидишься слушаешь если хочешь найти то это несколько удручает делать тык тык шаги и ловить вот значит следующее видео я сниму когда сделаю доработку антенну не знаю буду перематывать или нет мне это просто скорее всего из любви к искусству хотя здесь достаточно неплохой феррит качественный и лицентрат тоже но мне хочется распределенную катушку сделать и можно даже сравнить сначала одну потом штатную потом другую перепаять посмотреть вот и точно сделать экранирование так что еще хотел сказать сейчас вставлю короче вы будете смотреть уже быть смонтирована видео вставлю кусочек который я снял на улице показывающий уровень шума чтобы было понятно о чем идет речь так вот на этом предварительно пока до свидания сейчас попробуем показать уровень шума на неэкранированном приемнике вот заводская версия не заработанная и для этого специально я выбрался на улицу и время выбрал когда минимальное количество помех внешних потому что дома нивелируется разница все это из-за помеха обстановки а вот сейчас на улице может быть будет понятно вот это приемник доработанный мной с экраном максимальная громкость 1110 кГц частота на которой сейчас особо ничего не вещает и только при приближении руки к дисплею слышится шум так он нулевой приемник в заводском варианте вот шум идет даже когда его не касаешься дисплея и там еще есть какая-то частота пониже на которой это ярко выражено сейчас я побегу вниз по частоте так это выключу пока то есть все что ниже 1700 шумит вот здесь уже 1103 станция она уже немножко забивает вот шум в принципе он нет сон слышно но вот они бьются где-то по уровню сигнала частота на которой станция вещает слабую дает сейчас слабый сигнал поэтому вот чуть ниже спустился уровень шума такой же просто чуть-чуть отмаскирует сигналом сейчас хочу найти где его максимум этого шума так ну а 1566 давайте сейчас сравним что здесь у нас так 1566 вот слышен шум эфира это с экраном без экрана слышен звук от дисплея так дальше пониже пойдем еще то есть вот верхний св сигналы которые будут на уровне различимости он будет просто их забивать чему внутренним специально я утерпел нечислим не делал чтобы вам показать ближайшее время займусь его экранированием доработками остальными тоже так ну вот вести у нас тут в принципе вести слышны относительно нормально так прибежимся тоже вниз так здесь у нас полоса еще поуже стоит сделаю тут широкую чтоб выбор позвонч так вот вести у нас на доработанный переключаемся на заводской я не знаю слышали на камеру но я слышу как модулируется звук станции звуком от помех немножко такой скажем становится так вот 1475 тоже шум так тут у нас по идее должна быть станция 1486 но сейчас ее нет наверное рано еще так времени пол пятого вечера сейчас ой пол шестого 18 часов скоро так ну вот на самом деле во всем диапазоне вот выше килогерца этот шум от дисплея очень заметный еще почему я сейчас снимаю а не вечером когда прохождение во время прохождения просто не так заметно это станции помощнее вылезают и маскируется сейчас прямо хорошо хорошо заметно это румына уже пробиваюсь так ну вот ближе к килогерцу и ниже уже не такой эффект так а сейчас это уже я видимо близок частоте работы дисплея телефон телефон который снимаю самая не спущусь то есть килогерц и до 1700 самая яркая помеха точнее ярче всего слышно внизу нормально сейчас даже пройдем через нижнюю покажу вот вот 540 531 122 это только сейчас вот этого телефона и опа и сразу 610 вот этот звук вот и дисплей не трогаю так что еще сниму как они снимают и как они ловят ловит прохождение повыше получше немножко и потом расскажу что я хочу сделать хотя у меня уже кучу видео про этот приемник одна и та же модель просто разные прошивки здесь хоть самая первая прошивка первая здесь третья так пока все не знаю в ком порядке все это будет смонтировано может быть это будет в середине или в конце поэтому на всякий случай до новых встреч